Напомню, что накануне меня грызла досада, что весь снег с деревьев упал и той чудной картины, что было вчера, сегодня увидеть не удалось. Но алтайская природа смело стивилась и вечером начался снег. Ну, вернее сказать, начался дождь, но постепенно он все-таки стал снегом. На Алтае есть такой обряд кормления огня. Наверное, знают, потому что очаг, по-алтайски очаг, наше русское слово очаг, собственно говоря, отсюда и произошло. Женщина-пранительница очага, и это в настоящем смысле, потому что, когда они разжигают в аиле вот какой-то уголек, то этот уголек, он должен постоянно-постоянно поддерживаться. Если он полностью затух, то это очень плохая примета, очень там ругаются, ссорятся. Вот, поэтому, когда качуют, переставляют на новое место вот этот вот аил свой, обязательно везут, как самую большую ценность, вот этот уголек с собой. Даже теплее стало, да? У Кострады. Все забыли, что снег самый такой идет. Влажный, мокрый, рождественский. Вот, ну, действительно, на Алтае чудо, вот как действительно загадаешь, в августе приезжаешь, 4 времени года можно посмотреть. Снег, реально снег в августе, да, пожалуйста, почему нет? И жара 30 градусов, и распускающийся моральник в конце августа, он начинает действительно по второму разу распускаться, и вспоминаешь сразу весну, ну и где-то уже местами начинается осень, да, потому что уже начинает чуть-чуть желтеть. 4 времени года в одно время. Как-то, ну, на Алтае это возможно. Снег шел всю ночь, и к утру Артебаш преобразился. Провода превратились в толстые снежные канаты, а все деревья закутались в белые шали. До отъезда оставалось несколько часов, и вы, наверное, будете смеяться, но мы снова пошли на третью речку. Очень хотелось увидеть, как изменилась ика тропа после ночного снегопада. Наш вчерашний четвероногий приятель отказался, показался нам на глазах. Видимо, собачья интуиция подсказала ему, что сегодня сам сын не предвидится. Лавка оказалась закрытой. Закрыто. Ну, наверное, из-за погоды. Вот, а представь, я бы с утра сегодня бы побежал за Глинтвейном, а его нету. Ну, а тропа действительно выглядела совершенно иначе, как будто вчера мы были не здесь, а где-то совсем в другом месте. И мы бродили по этому снежному царству, пока не наступила пора бежать к Артубусу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 На этом мы прощаемся с новогодним Алтаем и надеемся на следующую встречу. КОНЕЦ КОНЕЦ